а че у ченского уехал из нашей страны как можно охарактеризовать ну плохие трусы вообще не понимаю у меня сын с ранением лежит сейчас поэтому я-то вообще-то не приветствую себя как я ребят про меня видос типа про те кто уехал почему едут почему уезжают ну да потому что боятся кто сет не мужики тоже я не считаю что это вообще как можно не мужики в чате такие мужчины строить семью он и семью свою то грусть и детей подставит и жену подставить для меня не существует вообще а если будучи семьей уйдет на фронт и сдохнет там так это получается также оставил семью помер и все а ну да семья получит сколько там рублей за и то что он помрет там и насколько этих денег хватит этой семье это же это же пиздец я ваху отвратительно конечно почему ну потому что вы должны защищать кто кого защищать нет тебя нахуй что ли на ты нужен тебя защищать на моем боятся боятся же умереть вообще боятся как если надо родины вы пизду и нахуй защищая ронина старую его защищать от кого от кого как от кого ну кто напал туда мерить и батю старого уже нахуй напал кто-то блять пиздец походу ему там сны снятся по ночам или грибы и вызывает я еще не понимаю я напал выбор свою родину нельзя покидать блять еще и нельзя страшно же поэтому и уезжают вам вот не страшно нет молодые не бойтесь ничего нет риск в жизни всегда должен быть наша родина надо любить она вам все дала не рисковать иногда нужно но не своей жизнью я считаю не своей жизнью и уж точно не ради чего-то там блять выдуманного да давайте послушаем что нам бы старушка еще расскажет долбоебка блять у нас мать родила блять мама нахуй а родина твоя нихуя не дала блять вот и все она на срыва у меня россия родила оказывается ахуеть пиздец я вылез и это из могилы что лились из под земли блять такой как зомби вот он я моя мать россия страх переболите все пройдет я не понял когда у меня страх бойся так что все будет нормально не предатели а как бы это выразить трусы хотящие жить охуеть нет вот этого конечно сказал для трусы хотящие жить а надо быть героем не хотящим жить мертвым героем лучше быть чем живым трусом ебануться вообще ну старый иди воюй хули ты сидишь тут хочу так плохо хотеть жить не жить жить хорошо хорошо да очень не так как шестички попали да в охуяле хорошо жить и желать жить в принципе хорошо я еще в охуе сот а он живите хуёво не уебуйтесь да конечно трусы которые боятся что могут бомбануть вот у вас может появлялись такие мысли нет никогда не уехал мне нравится моя родина я не знаю что делать за границей для чего там вообще оставаться но не страшно поехать на границу и умереть там конечно страшно только дураки не боятся но если так надо они умирают за родину они спасают русских которых долбили восемь лет уеб твою мать нахуй так ребят есть кого долбили нет дура старая вообще поэтому я считаю что слава богу что у нас есть люди которые нас могут защитить не бойтесь молодежь не должна бояться мы пережили столько и русские будут всегда переживать столько много в сегодняшнем мире это невозможно получить ты чё ёбался что ли нахуй подожди ты ёбаный свет блять ой блять ты кто и чего ты вылез о том что уже около миллиона россиян да и как к этому вообще относитесь замечательно я сама собираюсь у меня половина россиян попа я бы хотела почему страшно ужасно образование у нас ухудшилось очень сильно качество продуктов улучшилось визуально у нас ничего не ухудшилось и не было на самом деле все ухудшилось очень сильно налоги выросли ну то есть не хочется здесь жить просто из-за экономики по большей части детей не хочется здесь сражаться детей жалко что мы идите же медицина отвратительная медицина ужасная я не хочу стариться в стране где маленькие пенсии просто страшно как бы за свое будущее когда понимаешь что даже если что-то случится тихи помогут уехала в россии и какая у вас реакция на это предатели они все кто-то нет нет а сами может хотели уехать вернулись вернулись сажен какая ситуация жёсткая ситуация никто из чего не не поменяет решили все взять свои руки самостоятельно ну какие планы как будете менять не очень хочу обсуждать с незнакомыми людьми какие-то свои планы мало ли кто вы что вы зачем вы это все снимаете ну вот вернулись что-то планируем менять но я не покинул страну следит в америке и чё-то высирает да сижу в америке и чё-то высираю и чё а что мне запрещено потому что я в америке а ты в курсе что в россии запрещено что-то высирать говорить вот приходится ведь в америке делать это тут разрешено а почему кстати а зачем боятся там конфликтов с украиной то что у нас на ракетами вы как просто готовы к этому или я не считаю необходимым думать о том чего еще не случилось хорошо вот этого не случилось но случилось то что там цены сейчас у нас подскочили санкции против нас вели ну понимаете ну к счастью наверное мой уровень доход позволяет мне на это не обращать внимание вот и все не уехала потому что я считаю что в россии в любом случае куда мне ну понимаете я жил в германии я примерно представляю что такое жить другой стране и я исхожу из довольно простой мысли меня тут так никто не ждет а меня тем более никто не ждет никто меня не ждет ни в грузии и в армии и в германии не в поле в другой стране но уехали они ну хорошо а кому они там нужны многие специалисты там айтишники например все это безопасности ну не знаю по крайней мере все работает все в порядке вот а кому вопрос такой кому они там нужны были заебались им нужен не нужен нужен не нужен ну возьму айтишники программисты если ты охуенный специалист и ты охуеть как нужен я тебе так скажу вы нужны здесь поэтому ребят приезжайте все нормально будет вот найдете высокоплачиваемую работу да даже если у вас нихуя нет но ребята в любом случае где-нибудь да вы пригодитесь вот да будете на завод ходить работать и получать хотя бы достойную зарплату за свой труд физический труд здесь он ценится если что даже если ты будешь ёбаным блять я не знаю блять уборщиком улиц ты будешь зарабатывать нормально вот так что да вот недавно тут с подписчиками видели работают в доставке в обычная доставка убер и типа как яндекс доставка я не знаю если в чате есть люди которые пробовали работать в доставке блядию москвеном петербурге сколько вы там зарабатывали в месяц здесь они зарабатывают до курьер обычный курьер здесь может зарабатывать 7 долларов тысяч долларов имеется ввиду вот 10 долларов в месяц вот 10 тысяч долларов это даже по меркам америке блять охуенно средняя зарплата здесь сколько 4500 ну они там хуярят 7 10 тысяч долларов в месяц зарабатывают на доставке пиздит мать твоя пиздит когда родила тебя нахуй долбоёб они мне показывали блять статистику своего убера так налоги не банан нахуй в россии тоже налоги представляешь больше в америке цыка я ненавижу мандаринки с косточками сука вот нахуя просто блять такое говно ам за границей здесь у нас никого не любят а кому они там будут нужны ну дурак блять миллион человек уехал там казахстан бля ребят мне также говорили перед тем как уехать сюда да кому ты там нужен ну чё там делать будешь блять да ты там чужой вот я сюда приехал и нормально себя ощущаю машин добить их пульсами сбегали смогу тех кому и нужен предатели предатель не предатель берегут свою пятую точку скажем как может какие-то другие причины не судите ну а мне кажется что это как раз таки правильно защищать свою пятую точку так в россии ты бы богаче жил я здесь не живу не то чтобы прям бедно блять понимаешь да я нормально здесь живу но нахуй мне такое богатство понимаешь да я жил бы богаче но при условии что рано или поздно вот так вот неожиданно ко мне домой постучаться да и соответственно посадит меня вот на такую вот хуйню богатство который в любой момент может исчезнуть богатство который в любой момент у меня могут забрать что-то узнаешь не особо то хочется таких условиях находиться первую очередь свою семью я не говорю про я свину родились здравствует не ключевых у вас почему все человек наоборот антинарод как бы то ни было уважать их нашу президент я считаю что он все делает а за что вот в первую очередь его уважается ну если бы не он в общем то я так считаю что у нас уже давно давно надо водички ребят сложная ситуация я сожрал ребят я как раз очень голодный вот в америке я говорю я хожу много людей на улице они все голодные и они все поднос бар мочит вы я хочу съесть русских так и на верно равят короче говоря напасть и съесть также русские готовьтесь я уже рот свой разработал аналогом североамериканские штаты те завидуют тому что той территории где находится россия самый большой государства земле есть все вся таблица ну вот магнит россии завидуют их жаба давит что почему пользуемся этим только мы а да ладно чё серьезно что либо ой бля ой сука сказали о том что сейчас вот там долбят 8 лет долбили русских так все может присоединили эти территории к россии и зачем тогда продолжать все мы же спасаем мы там строим мы их спасаем из подвалах вытаскиваем вы смотрите вообще телевидение или вы только смотрите youtube где пропаганда 1 подожди еще раз ебать вот это базов вы же спасаем буквально цитирует уж и по телевизору сказали все на самом деле не смешно ребят это страшная хуйня это просто страшная хуйня людей пупов животных превращают мы там строим мы их спасаем развалов вытаскивая вы смотрите вообще телевидение или вы только смотрите youtube где пропаганда она телевидение пропаганда нету отдал ну ой бля бля ебать господи почему нету молодежь давайте все пизду и давайте молодежь ты тут это самое нахуй мне 20 80 миллионов лет блять чё ты тут вообще мне говоришь иди нахуй да вот это она сейчас скажет занимайтесь делом а точно они херню собирать спасибо вот это вы блять так насрать честно говоря делом не дать кредит экономикой так задницы и уже давно причем и без миллион человек на нее не повлияет на этом пытаются что-то как-то выпустить налогом поднять не поможет но это же плохо скажется на экономике страны то есть все вот почему плохо за вину много узбекистан забили рабочий сектор если смотреть реально на вещь ну вот то есть даже получается вот в россии находящийся под санкциями на данный момент для вас лучше чем какой-либо другой стране ну да потому что у меня здесь есть работа так если зарплата в сша 6 7 к и ты говоришь и норм квартиры стоит 4 к в месяц это получается больше пол зп будешь отдавать за съем где я говорил что нормально хата 4 к в месяц ебла ебаны нахуй я блять в нью-йорке в охуяном районе снимаю себе квартиру трехкомнатную блять за три тысячи но это я блять а нормальную квартиру можно найти от 1000 от полторы тысячи долларов если ты еще один я еще за глаза хватит полтора косаря захватом 1500 1700 за однокомнатную там и не знаю за студию поэтому будучи курьером зарабатывать 7-10 тысяч долларов отвалить за квартиру полторы там две тысячи долларов в месяц по-моему не проблема какие 4k где-то чего увидел блять услышал типа окей большую часть даже если бы и так было а ты в россии что нахуй 10 рублей за квартиру платишь я когда в москве жил помнится там тоже цены нихуевые на хаты очень нихуевые сравнение с зарплатами если говорить ладно я стример но если брать квартиру среднюю в москве где-то там поближе к центру да и зарплаты за вообще пиздец плят алё 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 здесь корейск арену перспективы я являюсь принципу сухой 10 долларов курьером сказочник ну сказочника это во-первых ты да ты как бы живешь там у себя хуй пойми где блять никогда таких зарплат не видел особенно будучи курьером да как такое возможно и думаю что нигде такого нет а я тебе говорю о том что мне показывал и рассказывал подписчик вот и то что здесь происходит я своими глазами это вижу как бы извини меня а ты там сидишь у себя и гуля не такого нет это и сказочник дай мне делать нехуй сижу придумываю вот просто делать нехуй байден мне заплатил вот и для того чтобы я пропагандировал да якобы прекрасную хорошую жизнь сша мне нихуя здесь я не говорю что она здесь идеальная хорошая здесь есть свои проблемы их до хуя вот но речь идет о зарплатах вот по поводу того что мне байден кстати платит значит мизулина написала не так давно екатерина мизулина организаторы антироссийских фейков сначала от своего потратили 18 миллиардов долларов по оценкам экспертов лиги безопасного интернета на осуществление информационной атаки на россию в 2022 году потрачено более 18 миллиардов 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 долларов эти средства ушли на создание продвижения фейковой информации распространение через блогеров иностранных агентов приобретение рекламного трафика накрутку поисковой выдачи производства публикаций содержащих недостоверную информацию о нашей стране и вооруженных силах россии в российских и иностранных сми то есть если простым языком 18 миллиардов долларов было потрачено на то чтобы блогеры какие-то там говорили плохие вещи о россии и я прочитавший эту новость сижу вот представ представили просто мои ебало ебало хесоса когда он прочитал эту новость и не получил даже доллара за то что он говорит а сколько тебе до львова вот вот до 18 миллиардов не миллионов даже миллиардов блять вы знаете сколько это вообще где хулия сижу в квартире шевцова блять используя ебучий ноутбук за пять рублей из используя дешевый микрофон который мне приходит ставить в стакан блять потому что нет нормального держателя ебаный сука рот нахуй почему блять я стремлю на дешевую веб-камеру блять будучи сука блогером иностранным агентом которого якобы спонсируют там миллиардами долларами блять делаю вид вид видимо специально нашу эту куплю что я такой типа нищий блять что я такой вообще без денег а у меня там дома оказывается под диваном ебать миллиарды долларов за то что я тут пропагандирую якобы до антивоенные все вот это вот так и есть не я не знаю может быть до меня еще не дошли эти деньги я хз честно хуй его знает правда я тут сижу блять на лысину не могу 10 миллионов рублей собрать а тут 18 миллиардов долларов куда-то непонятно ушли пиздец специалист оскал что если я поражаю у меня там будет лучше я гарантии нету здесь я хотя бы еле есть совершенно четко ну хотя бы более менее четкое осознание каких-то своих личных перспектив ебать чел осознает свои личные перспективы говорит осознание есть понимание блять я надеюсь автор этого видоса сейчас спросит у него что там за перспективы у него такие здесь ну вот нет наоборот патриотизма гордость за свою страну вообще нет стыд только стыд и огорчение разочарования очень жаль хотелось бы как ты что-то изменить но ты понимаешь что ты мелкий вот этот чувачок который нахер никому не срался и ты ничего не можешь сделать как бы знаете ли будет уже миллион человек уехали из россии да вообще у вас может быть такое желание появлялась да появлялась почему не уехали пока не могу сколько и какая вообще реакция на то что такое количество людей уже уехало ну мы пойдемте в стрессе чего блять вот не считаете то что это приведет к тому что ну просто от россии считай ничего не останется я не думаю что это плохо я не думаю что это плохо я не думаю что тут есть серьезно И понятно.